У наших соседей в Ханты-Мансийской автономии День Оленевода в селе Казым Белоярского района вошел в топ самых интересных событий России. Праздник получил название «Национальное событие года». Действо проходит уже в юбилейный 80-й раз. Почему наши соседи-северяне вошли в топ страны, а мы на Ямале нет? Сейчас и посмотрим, и подумаем. Братья Поповы, Петр и Иван – потомственные оленеводы. В традиционном празднике День Оленевода всегда участвуют всем семейством. Чтобы добраться до стойбища в Казым, им приходится преодолевать длинный путь – 70 километров на оленей упряжке. Олени только немножко у нас устали, мы очень долго ехали. 70 километров нам надо было ехать. Мы за два дня приехали. Без дороги была метель. Ну ничего. Ну, пока неплохо, но я вторая проехала, поэтому не знаю пока. Соревнования проходят на реке Амния. Возраст участников от 16 лет и старше. Николай Тасьманов – почти ровесник 80-й олимпиады оленеводов. В гонках на рысе и амдёре пожилой мужчина обогнал молодых соперников и занял второе место. Кстати, только на соревнованиях оленеводов в Белоярском районе в программе есть состязание на амдёре, то есть на шкуре. Другой сложный этап гонок – езда на охотничьих лыжах. Иван Попов оказался быстрее всех в этом испытании. День оленевода в селе Казым вошел в топ самых интересных событий Югры и России 2019 года. Информация о празднике в национальном календаре событий. Он получил звание «Национальное событие года». Мне очень понравилось. Главное, сколько разных гонок – и на лыжах, и на шкуре, и в опряжке, само собой. Очень интересно. На таких соревнованиях женщины выступают наравне с мужчинами. В обычной жизни в тайге нет большого различия – слабого ты пола или сильного. Выносливыми, быстрыми и ловкими должны быть все – даже дети. Аплодисменты! Абсолютным чемпионом 80-х юбилейных соревнований в Казыме признан Иван Попов. Главный приз – денежный сертификат на покупку снегохода. Такой транспорт крайне необходим каждой семье лесных жителей. Но все-таки, что ни говори, олени лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова